Россияне готовят третью волну атак на Авдеевку, ведь Путин приказал захватить ее к 4 ноября. Цахал назвал условия, при выполнении которых откажется от наземной операции в секторе Газы. Тем временем мир как будто сошел с ума и переходит на сторону боевиков Хамас. Хотя собрано доказательство, что госпиталь в Газе взорвали сами хамасовцы. Об этом отдельно очень подробно сейчас расскажу. Приветствую, меня зовут Артем Авдиенко, это хроника 607 дня войны. О самых важных событиях расскажу на протяжении следующих 20 минут. От вас же, если можно, лайк и комментарий под этим видео. Это поможет нам его распространить как можно большей аудитории. Итак, российская армия не оставляет надежд окружить Авдеевку. И хотя там уже вторая масштабная волна атак захлебнулась, но все говорит о том, что в ближайшие дни будет и третья волна таких вот именно масштабных атак, масштабных наступлений. Все говорит о том, что российская армия сейчас для этого накапливает дополнительные силы. Ведь для российской армии Авдеевка это теперь чуть ли не новый второй Бахмут. Сами атаки, напомню, начались с 10 октября. Россияне, российская армия, надеясь на эффект неожиданности, планировала Авдеевку доокружить и взять наконец-то украинскую армию там в кольцо. Но получили отпор, понесли очень большие потери. Впрочем, не отступили и свои атаки продолжили. Ну и чтобы вы понимали масштабы там происходящего. Интенсивность атак со стороны России возросла в последние дни в 4 раза. В среднем с 20 до 80. А общие потери россиян возросли вдвое. Условно с полутысячи до тысячи человек в день двухсотыми. Конечно, это не только под Авдеевкой такие потери. Но именно из-за атак на Авдеевку потери россиян и увеличились сейчас вдвое. Вторая волна масштабных атак началась 19 октября. И она вновь оказалась безрезультатной. И вот, казалось бы, потеряв эффект неожиданности, проверив на прочность украинскую оборону в Авдеевке, российской армии теперь рациональнее было бы там свои атаки прекратить. Но нет. Эксперты Американского института изучения войны в своем свежем анализе ситуации на украинском фронте констатируют, сейчас процитирую, российские войска направляют дополнительные силы на Авдеевский фронт, несмотря на продолжающиеся проблемы с фронтальными механизированными атаками и провал повторного наступления 19-20 октября. Свежий отчет аналитиков Американского института изучения войны. И из интересного. Американцы также констатируют, россияне под Авдеевкой столкнулись сейчас с теми самыми проблемами, которые были у ВСУ в начале контрнаступления на юге Украины. Цитирую. Российские войска сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей вблизи Авдеевки и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, что позволяет украинскому командованию быстро переводить персонал в критически важные районы. Российские источники ранее утверждали, что украинские оборонительные укрепления представляют собой серьезную проблему для российских успехов вокруг Авдеевки. И эти проблемы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели продолжающегося украинского контрнаступления в июне 2023 года. Тем не менее, еще предстоит выяснить, обладают ли российские силы возможностями и гибкостью для того, чтобы каким-то образом адаптироваться. Как это сделали украинские силы после ранних неудач в июне 2023 года? Из отчета аналитиков Американского института изучения войны. Как вывод, российская армия в ближайшие дни снова повторит масштабную атаку на Авдеевку. Но вряд ли в этот раз станет она более успешной. Впрочем, многочисленные военные эксперты, они в один голос утверждают, что даже захватив Авдеевку, Россия не получит себе там никаких новых стратегических преимуществ. Более того, потраченные на эту задачу силы и ресурсы вообще того не стоят. И единственной причиной продолжающихся на Авдеевку атак может быть только личный приказ Путина, которому нужны хоть какие-то победы к 4 ноября. В России в этот день отмечают государственный праздник, такой себе День народного единства. И хотя мало кто в России вообще понимает, что это за праздник такой, но Путину похоже. Очень хочется в этот день отчитаться о своем новом достижении, о взятии Авдеевки. Хочется ему заявить, что, мол, СВО идет по плану, и что план этот, выход на границы Донецкой и Луганской области, он, мол, российской армией успешно сейчас реализуется. Единственное что, и тут Путин облажался. Ведь захватить Авдеевку российская армия пытается даже не с 10 октября, а с 2014 года. И все эти попытки терпят фиаско, даже несмотря на то, что Авдеевка расположена всего-то в 10 километрах от Донецка, которую российская армия захватила еще в 2014 году. Израиль назвал условия, при которых он откажется от наземной операции в секторе Газы. Хотя, напомню, ее анонсировали чуть ли не с первого дня вторжения Хамас в Израиль. То есть, чуть ли не с 7 октября. И вот сегодня Цахал официально заявил, в случае, если Хамас освободит всех захваченных в Израиле заложников, в случае, если боевики Хамас безоговорочно сложат оружие, тогда и Цахал боевые действия прекратит. Вот как это прозвучало из уст спикера армии обороны Израиля. Если Хамас выйдет из своих укрытий, в которых он прячется за спином израильского гражданского населения, если вернет наших заложников, всех 212, и безоговорочно сдастся, тогда эта война закончится. Если они этого не сделают, нам, возможно, придется войти и сделать это, заявил подполковник Цахал Джонатан Конрикус. Войти и сделать это. Имеется в виду войти в сектор газы и начать там наземную операцию. Вручную зачистить сектор газы от боевиков Хамас. Впрочем, спикер Цахал не ответил на вопрос журналистов, почему же армия и до сих пор тянет с началом этой наземной операции. Не ответил он на вопрос, то ли это действительно есть, знаете, какие-то технические причины такой задержки, то ли причины тут сугубо политические. К примеру, что это прямой запрет от союзников американцев, которые опасаются, что наземная операция в секторе газы, если начнется, то очень скоро перерастет в Третью мировую войну. Впрочем, похоже, Израиль упустил уже тот идеальный момент, когда можно и нужно было заходить в сектор газы. И эта тема, она заслуживает отдельного внимания. Давайте сейчас об этом очень подробно поговорим. Итак, Израиль продолжает тянуть с началом наземной операции в секторе газа. И это, похоже, большая ошибка. Ведь с каждым днем, как ни странно, но Израиль теряет в этом вопросе поддержку от мирового сообщества. Если в первые дни вторжения в Израиль, весь цивилизованный мир был в шоке от зверств боевиков Хамас, весь мир действительно содрогнулся от видеоиздевательств над пленной изжитянкой, которая сжитянка, а потом полуобнаженную возили для... по всему сектору газа. И вот таких видео реально было тогда десятки, а сколько тогда еще сотен подобных зверств не стали достоянием общественности. И вот если бы именно в тот момент Израиль и начал операцию возмездия, если бы именно в тот момент Сахал зашел в сектор газа, ну, чтобы очистить его от боевиков Хамас, чтобы уничтожить его военные базы, подземные бункеры, склады с оружием, вот в тот момент цивилизованный мир действительно был бы полностью на стороне Израиля. Но Израиль этот момент упустил. Израиль на быструю наземную операцию возмездия тогда не решился. Взялся мобилизовать и тренировать резервистов. Взялся пробовать дистанционно уничтожать Хамас. Взялся выдвигать ультиматумы гражданским палестинцам. Взялся пытаться через посредников освобождать заложников. Тех 212 изыртян и иностранцев, захваченных хамасовцами 7 октября во время вторжения в Израиль и угнанных потом в сектор газа. И по факту, как мы теперь уже понимаем, Израиль таким своим промедлением дал возможность хамасовцам отбелиться, отбрехаться. Хамас каким-то образом смог перевернуть все с ног на голову. Смог в общественном восприятии поменять причину и следствие, что это хамасовцы теперь якобы жертвы, вероломных атак Израиля. Хамас смог по всему миру развернуть акции на свою поддержку. И теперь вот тысячи палестинцев, представители арабского мира, мусульмане, выходят на улицы, возмущенные якобы действиями агрессора Израиля, замыливая такими своими действиями реальную картину мира, где Израиль сейчас всего лишь реагирует на атаку хамасовцев, которые 7 октября взломали границу и взялись вырезать мирное израильское население. В течение дня зверски убив там более тысячи гражданских. Но у цивилизованного мира, как оказалось, память, как у той золотой рыбки, ну то есть буквально несколько секунд. И весь мир, оказывается, имеет очень короткую память, поэтому несложными пропагандистскими методами оказывается в мозгах большинства в сытом и спокойном цивилизованном мире можно поменять причину и следствие. И помощь в этом, кстати, может прийти откуда не ждали. К примеру, от так называемых полезных... Это вот те, кто ни черта не понимает, но всегда ратуют за правильные ценности, за мир во всем мире, за все хорошее против всего плохого. Вот как Грета Тумберг, эко-активистка, которая выступила теперь в поддержку Палестины. Требует она справедливости и свободы для всех палестинцев. И вот у среднестатистического обывателя, ну не знаю, у немецкого бюргера или у французского рантье, далеких от политики, далеких от понимания перипетий ближневосточных конфликтов, теперь вот и возникает ощущение, что, мол, не все так там однозначно. Что это наверняка два соседних народа, между собой просто что-то там не поделили. Ну вот лучше бы им сейчас за стол переговоров садиться. А воевать нет-нет, это плохая идея. Согласитесь, очень похоже с тем, как работает кремлевская пропаганда. Но это потому, что любая пропаганда, на самом деле, работает по очень схожим канонам и лекалам. У них одинаковые инструменты перевирания информации. И знаете, я вообще не удивлюсь, если докажут, что это российские хакеры помогали хамасовцам взламывать систему защиты израильской границы 7 октября. Я вообще не удивлюсь, если докажут, что это российские инструкторы, те же вагнеровцы, месяцами перед этим тренировали хамасовцев, как вести уличные бои и как совершать террор против мирных граждан. Но также я абсолютно не удивлюсь, если окажется, что это российские пропагандисты давали уроки мастерства, то есть тренировали пропагандистов хамас. К примеру, в случае с мощным взрывом, прогремевшим 17 октября в больнице города Газа, унесшим тогда сотни жизней. Узнать точное количество не представляется возможным, так как хамасовцы не допускают к месту инцидента международной организации. Поэтому тут остается лишь верить хамасовцам на слово. Но можно ли им верить? Конечно же нет. Потому что в лучших традициях кремлевской пропаганды они заявляют, что это Израиль совершил ракетный удар по этой больнице в Газе, что это Израиль специально совершил атаку на этот гражданский объект. И знаете, что самое страшное? Что очень много кто этой лжи от Хамас действительно поверил, несмотря на то, что перед этим Израиль две недели демонстрировал свои просто ювелирные ракетные удары, когда высокоточным оружием в бетонную пыль превращал исключительно военные объекты Хамас. И как правило, даже без жертв среди гражданских это все происходило. Но потому как уничтоженные объекты, еще раз, действительно были исключительно военными. И тут вдруг весь мир почему-то поверил, что Израиль специально решил совершить акт этого чудовищного военного преступления. Решил ударить по больнице в Газе. Почему-то мало у кого по этому поводу возникли вообще сомнения, что да будь даже эта больница переполнена хамасовцами. Да пусть даже в операционной этой больнице на самом деле был расположен штаб Хамас, где заседало высшее руководство боевиков. И будь это все так, но сам факт, что эта больница точно бы остановил изыртян, и они бы не стали туда ракету отправлять, как раз опасаясь вот такой негативной реакции со стороны цивилизованного мира на такой удар. Но чтобы так вот рассуждать, чтобы понимать эти причинно-следственные связи, что Израиль не стал бы так поступать, нужно все-таки хотя бы минимальное критическое мышление иметь. А дело в том, что те, кто слушает и смотрит пропаганду, те, у кого мозги промыты зомбоящиком, те, кто является религиозным фанатиком, у таких людей критического мышления, ну, напрочь оно отсутствует. Ну ведь таков принцип, естественно, отбора. Ты никак не можешь стать ватником, если ты умный. Ты никак не можешь стать религиозным фанатиком, если все еще можешь включать мозги и поддавать сомнению слова пропагандистов. Но возвращаясь к теме взрыва в больнице Газы. Напомню, хамасовцы утверждают, что это была атака со стороны Израиля. Вот сегодня телеканал CNN опубликовал материал, где журналисты вместе с военными экспертами покадрово и посекундно разобрали все те фото и видеоматериалы, которые есть в открытом доступе касательно этого взрыва. Материал объемный. Я не буду сейчас его весь пересказывать. Все, у кого есть сомнения, все, кому интересно, могут найти этот материал на сайте CNN и прочитать в оригинале. Я же перейду сразу к выводам этого журналистского расследования. Так вот, конечно же, это была не израильская ракета. Более того, это вообще не был целенаправленный прилет ракеты в больницу. То есть не было такого, что больницу в Газе кто-то выбрал конечной точкой для атаки и удара. Там все было несколько сложнее. Там на автостоянку возле больницы упали обломки ракеты, которая еще в воздухе разваливалась. И вот боевая часть ракеты отдельно, ее топливо отдельно пролилось. На припаркованные там автомобили. И вот вся эта адская смесь и сдетонировала, убив сотни гражданских. Вот как увиденное описывает Маркус Шиллер, эксперт-ракетчик, работающий над анализом для НАТО и ЕС. Ракета вышла из строя, она не упала целой и невредимой. Скорее всего, она по каким-то причинам развалилась в воздухе, и корпус ракеты упал на автостоянку. Там остатки горючего загорелись и зажгли автомобили и другое горючее в больнице, повлекшее за собой большой взрыв, который мы видели. Конец цитаты. В соцсетях появилось предположение, что причиной падения ракеты могла быть израильская оборонительная система «Железный купол». Но эксперты заявили, что нет доказательств перехвата другой ракетой, а Израиль утверждает, что не использует эту систему в Газе вообще. Журналист-фрилансер, работающий на CNN в Газе, на следующий день посетил место инцидента, опросил очевидцев и подробно снял на видео радиус взрыва, зафиксировав воронку размером примерно метр на метр и полметра в глубину. И вот для целенаправленной ракетной атаки такая воронка, утверждают эксперты, не характерна, склоняясь к версии детонации поврежденной ракеты. В свою очередь, израильская армия Цахал утверждает, что эта неисправная ракета была запущена с тренировочной базы Цахал, и что вина за произошедшее лежит исключительно на самих боевиках. Ну и самое интересное, что окончательную точку в этих спорах можно было бы поставить очень легко и быстро. Для этого достаточно было бы провести идентификацию обломков упавшей ракеты. И тогда эксперты могли бы однозначно установить, кому именно эта ракета принадлежала. Цахал или Хамас? Ведь они используют кардинально разное оружие. Да даже в Украине, где обе стороны, Украина и Россия, зачастую используют одинаковые ракеты. К примеру, те-таки С-300, что достались им от Советского Союза. Даже в этом случае по обломкам этих ракет можно установить, кому именно она принадлежит и кем именно она была запущена. Это можно было сделать по идентификационному номеру, по особенностям компонентов этих, на первый взгляд, одинаковых ракет. Что уж говорить тогда о ракетах Цахал и Хамас, которые отличаются поколениями, которые отличаются как небо и земля. Но проблема в том, что конкретно в этом случае, со взрывом в больнице Газы, Хамас не пускает туда международных экспертов. Хамас не дал возможности международным экспертам обследовать место трагедии и найти осколки этой ракеты. Что это значит? Включаем сейчас критическое мышление. Ну, выводы тут однозначные. Хамас, конечно же, знает, что это была их ракета. Хамасу тогда невыгодно, чтобы международные эксперты установили правду. Поэтому Хамас и не пускает их на место трагедии. Ведь если бы ракета была израильская, то как бы в этом случае тогда события развивались? Давайте представим на минутку. Да все очень просто. Хамас мгновенно бы это место трагедии отцепил, стал бы кричать, что ничего и пальцем там не трогает, что просит немедленно приехать туда экспертов ООН, НАТО, ОБСЕ, СНГ, Красного Креста, Гринписа, всех кого угодно, чтобы показать им реальные доказательства причастности Израиля к этой трагедии, чтобы показать им израильскую ракету. Но поскольку ничего подобного Хамасом не было сделано, то это уже доказательство от обратного, что не было там на самом деле никакой израильской ракеты. А была лишь попытка Хамас переложить вину с больной головы на здоровую. И, к сожалению, попытка эта удачная. Многие в мире сейчас почему-то взялись считать Хамас пострадавшей стороной. Привет, Грете Тумберг. Как минимум 340 украинцев затребовали себе эвакуацию из сектора Газы. По мнению посла Украины в Израиле, в этом палестинском анклаве находится сейчас от полутысячи украинцев, но не все они, как мы видим, хотят оттуда эвакуироваться. Около 150 по разным причинам решили там остаться, несмотря на риск стать жертвой нынешнего палестино-израильского конфликта. Несмотря на риск стать жертвой ракетного удара или же пострадать во время наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газы. Впрочем, и вот эти 340 украинцев, которым нужна эвакуация, они все равно не могут оттуда выбраться. Ведь границы с сектором Газы сейчас перекрыты, и все эти КПП, их было несколько, что функционировали со стороны Египта и со стороны Израиля, они, начиная с 7 октября, то есть с момента атаки хамасовцев на Израиль, они не функционируют. Один-единственный КПП с египетской стороны открывали буквально чуть ли не на несколько минут, но только в одну сторону, пропустив два десятка грузовиков с гуманитарной помощью для палестинцев. Но не для того, чтобы кто-то мог выйти из сектора Газы. Даже иностранцев сейчас оттуда не выпускают. Но, возможно, ситуация изменится с началом наземной операции ЦАХАЛ. Это все важные новости, о которых хотел рассказать вам к этому часу, но также напомню о просьбе поставить лайк этому видео. Нам действительно это очень важно, получить от вас такую вот реакцию, ведь это поможет продвижению этого видео на YouTube. Еще раз спасибо за внимание, все будет Украина, слава, ВСУ, увидимся.